Братцы 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 И в какой-то веке Он, наконец, выпустил большую книгу Кому это более-менее интересно Вот там, где продавали билетики Другой вход центральный Там продается его книга По-моему, называется Автоматы гитары По-моему, 500 рублей стоит Если кому-то любопытно То зайдите Можете ее купить Второе Значит, мы сейчас Тоже по графику Сделаем второе деление Не очень длинное, не очень короткое Обычно, как и положено И у нас останется еще время На общение Поэтому я вам советую Особенно не спешить, спокойно Кому что хочется Еще можем посидеть Можем что-то выпить Девчонки нам Скажут Когда уходить Если что Если кому-то Не достались Мои журнальчики Которые я раздаю Бесплатно, естественно То у меня еще Несколько штук осталось Потом Мне скажете Я тогда с удовольствием Отдам Мне будет домой Меньше Чего тащить А сейчас начинаем Второе деление И совершенно неожиданно И для меня тоже Я думаю Для вас будет Новая песня Которую я никогда Вообще не пел Только ее недавно Сочинил Чем она интересна Она не на мою мелодию Обычно я все пою Пусть на примитивную На свою мелодию И называется она Как у Пушкина Из Пин де Монти У Пушкина Было одно стихотворение Там Которые Первые строчки были Недорого Ценю я Громкие Права Там Та-та-та-та-та И дальше идет О политике И для того Чтобы Преодолеть Царскую цензуру Он назвал Что-то якобы Перевод Из какого-то Итальянского Поэта Из Пин де Монти Вот А я написал Какие-то слова Которые Понял Что Нужно тоже Обходить цензуру Но Не царскую А внутреннюю Потому что В принципе Я человек Крайне застенчивый А песня Достаточно Ну скажем так Откровенная И я решил Тоже назвать Что эта песня Называется Из Пин де Монти Но в ней Есть сильное Влияние Некрасова И На это влияние Некрасова Был написан Романс Один такой И сколько Я не смотрел Источников Автора музыки К этому Романсу Я так и не нашел То есть Просто что Стихи Некрасова И все Поэтому Моя песня Называется Из Пин де Монти Сигареты Сигареты В стороне От веселых друзей Может Вспомнил Родную Газету Или Провинциальный Музей Ах, какие Там были Девицы Ах, какие Вершились Дела Как скакали Твои Кобылицы Закусившие Любви У дела На служебных Диванчиках Узких В древних Креслах Настертых Коврах Скинув Юбки И белые Блузки Отдавались Они В попыхах И на гребне Застойной Эпохи Вновь Неслись Ни страшась Ни чертам Расточая Истоны Вздохи Опуская Все Ниже Уста Постарели Былые Лошадки Нет Газеты Разграблен Музей Не Играй Жени В трезвость Не В прятки Выпей Отправляйся На Святки Стройкой Старых Веселых Друзей Где-то В начале 90-х Собирались Мы В городе Киеве Мы Это я имею ввиду Афганцы И в том числе Барды Афганцы И все Было Хорошо Но Вот я уже Почувствовал Что Нас Афганцев Очень Сильно Кто-то Подкупает И Разделяет И мерзавцы Типа Генриха Авизяровича Боровика И всякая Вот прочая Нечисть Ребятам Афганцам Дали Какие-то Льготы Это самое И прочее И они Многие Стали Бандитами Но Кстати Вот интересно Офицеры Никто Практически Не шел Бандиты Солдатики Неустойчивые И что-то Меня Тогда Уже Насторожило Я написал Песню Которая Называется Братья По войне Заключенные В объятия Придававшими Но все В объятия В объятия В объятиях Есть А я А я как-то Особенно Люблю Киев Вот я В детстве Туда Попал И потом Ездил И так Это мне Все Нравилось А потом Вроде Узнал Что Ребята С которым Вот тоже То что Я братья По войне Пел Мы вместе Уступали А сейчас Смотрю И узнаю По интернету Что Они Поют Там В этой Зоне АТО Для Украинской Служб Безопасности Для наших Врагов Думаю Вроде Какие Сволочи Как они Могли А вот Одна девочка Молодая Журналистка Красивая Которая Обычно Ходила На наше Выступление Сегодня Не пришла Она ездила Туда На Донбасс В Луганщину И она Интересную Штуку Раскопала Что Оказывается Когда Вот там Реально Происходит Обмен Убитыми И пленными То это Делают Именно Афганцы С той С другой Стороны Потому что Афганцы Друг Другу Доверяют А остальные Никто Никому Не доверяют Вот Короче Говоря У меня Была Такая Песня Тоже После Киева Написана От Имени Человека Из Киева В драных Херзачах С пушкой На плечах Я прошел Тебя Афган В солнечных Лучах В ледяных Ночах Снится Мне Зеленый Анк Абуташкен И далее На Киев Где Заждались Крещатик И подул Оксана М И многие Другие Которых Я Пока Что Не Нашел Сброшена Лишь Невец Сдана КМС И Получена Медаль И Гляжу С небес Как Афган Исчез Впереди Другая Даль Кабул Ташкент И Далее На Киев Где Заждались Крещатик И Подул Оксана М И Многие Другие Которых Я Пока Что Не Нашел Родина В окне Фото На стене Над Кроватью Свет Луны Что Сказать Жене Если Снится Мне Не Любовь А путь С войны Кабул Ташкент И Далее На Киев Где Заждались Крещатик Подул Оксана М И Многие Другие Которых Я Пока Что Не Нашел Ташкент Саша Оленик Ты доволен? Ты же Украинский Националист Как и я Ну вот Почему? Нет Обожди Ты не понял Это Песня Называется Путь С войны Как Я Возвращаюсь Домой А Ну а Другой Да Так Давайте еще Распомним 25 лет Начало Первой Чеченской Компании Какая Была Таска Я не знаю Вот Здесь Только Может Виталий Иванович Бенчарский Я его Представлял Еще раз Представлю Это Человек Советский Полковник Который Больше Трехсот Наших Пленных Солдатиков Вытащил Оттуда Вернул К матерям Но Вот Это было Первой Чеченской Компании Когда она Закончилась Было чувство Глубокой Тоски Понимаешь Потому что Еще и наши Пленные Все-таки Там Оставались И понятно Что нужно Было Еще раз Вот я Просто Вот Это Как бы Свидетельство Времени То Что я Написал Но То Что Думаю Многие Чувствовали Мы На Времени Молитвы Прощая Родину Свою И в грозный День Последней Битвы Вы с нами Встанете В строю Своими Вленьями Молитвы Прощая Родину Свою Где Где Саша 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 Что-то Мне кажется Что стала Гитара Или Оглов Чуть-чуть Погромче Можешь Сделать Ну Недомного Песня Называется Воспоминания Бойца Полыхал БТМ За спиною И Бензин Разливался Вокруг И Навеки Прощался Со Мною Настоящий Ни Песен Ни Друг Настоящий Живот Опаленный Непридуманным Жарким Огнем Рядовые Безлыча Погоны Покоробившись Слели На нем Но Подробности Вам Не Расскажут Ни Комдив Ни Ночпо Ни Комбат Только Место На Карте Укажут Где Отмучился Этот Солдат Комбат Да и Мы С Ним Простились Лишь Взглядом Когда Поз Я К Живому Огню Если Вы С Нами Не Были Рядом Как Это Я Вам Объясню К Сожаленью Это Не Песня Это Бы Это Бы Это Бы Под Гортезом Мы Рухнули Вместе Придорожную Жаркую Пыль Песня Называется За речкой На юге Это Такое Возникло Я не думаю Что от меня Но Возникло Устойчивое Слово Сочетание Афганистан Это значит За речкой На юге А мне Еще Знаете Почему Запомнилось Была Такая В конце Советских Времен Популярная Телепередача Взгляд И Вот У меня Как туда Значит Пригласили Затащили Конечно Я не очень хотел Но Затащили И Какой-то Ну в общем Короче говоря Я должен Выступать С гитарой Это все-таки Петь В прямом эфире Это тяжело Да А по-моему Был какой-то день 23 февраля Что-то такое Мне говорят Ну ладно Вы Вы там Споете там Да И все Там Да Потом Зволью Десять часов Одиннадцать часов Двенадцать часов Пошел первый час ночи Я говорю Ну а вы меня когда Ну вас выпустим Выпустим То есть Они наверное Ожидали Что я там Перегорю Совсем Что за речкой на юге Как мы ее звали По час Останется Песней о друге Песней о друге Навечно ушедшем от нас В той песне В той песне И боли просторы Тревожных афганских дорог И гордость И горе И горы Где друг Отозваться И сможет А мы вот Пришли Из-за речки Мы обняли Жен и детей И песню Поем На крылечке Среди Невоенных Гостей Ни взглядом Ни словом Ни нотой Ни чьем Не смутим Бытием Война Война Была Нашей работой И мы Выполняли Ее Но если Концовку Припевом Подтянет Невидимый Друг Мы глянем Ни вправо Ни влево А в сторону Речки На юг Страна Что за речкой На юге Как мы Ее звали Подчас Останется Песня Друге Навечно Ушедшим От нас Еще одна из афганского цикла Называется песня Джалабад Чем интересен Джалабад Он довольно близко от Кабула Но Кабул стоит в горах На высоте примерно 1800 метров И зимой в нем Очень холодно Очень А Джалабад стоит За горами Но внизу И там зимой Очень тепло Вот Улетаешь Совершенно близко От Кабула До Джалабада А там совсем Другая жизнь Днем Там берега Там берега Реки Кунар Травой покрытый Сочной И над водой Молочный пар Восточной Дышит Ночью Там Пальму Пругие Листы Как зеркала Сверкают И звезды С чистой Высоты По ним Траву Встекают Там Как на емке В Новый год Пунцова Красным Шаром Бесценный Безымянный Плод Красуется Задаром Там Над ручьем Стоит Камыш Три роста Человечих Летучая Ночная Мышь Порхает В нем Беспечном Там Обезьяны Из чащов Пугают Визгамуток Там Снайпера Стреляют В лоб Что тоже Кроме Шуток Там Снайпера Стреляют В лоб Что тоже Кроме Шуток Днем Ветер Ну и так далее Ну и так далее Ну и к тому Что это почти Бесконечная песня Вот кстати Когда Иногда Вот Сейчас вроде же Глупо спорить Говорят А что вы не могли Вот с этим С Афганистаном Справиться Там Да-да-да Во-первых Там было Максимальное Там Сто Ну Самый максимальный Момент Сто двадцать тысяч Наших войск Американцы В буре В пустыне Для маленького Ирака У них было Больше полумиллиона Ладно Говорят Ну Афганистан Такой маленький Какой нахрен Маленький Афганистан Он больше Чем самое Большое Государство Западный фронт Западная Это самое Европа То бишь Франция Афганистан Больше Франции Это огромное Государство Туда В принципе Послали Там Несколько Наших Там Этих Там Полков Чтобы Если Серьезно Было То нужно Большой Континент Ну ладно Поэтому Назывался Ограниченный Континент Ладно Без политики Там Но просто К тому Чтобы понимали Что То что Что сделали В Афганистане Вот С этими Силами Было Максимум То Что Можно Было В Афганистане Я Обещал Возвращаться Как-то Не то Что К ракетным Войскам А к нашим Молодцам Потому что Когда мы были Курсантами В 70-х годах И все Казалось Вот Советские Времена Ничего Было Нельзя Вы там Жили Типа Как Ублюдки Там А теперь У вас Свобода Такой Свобода Какая Была В 70-х 80-х Годах В Советском Союзе Это Даже Придумать Нельзя Сейчас Нигде Я ступить Нигде Не могу Я не могу Ни закурить Там Ни выпить Там Ни к женщине Подойти Потому что Меня обвинят В сексуальном Домогательстве И вообще Ничего Не могу Я живу Как Ублюдок Там А вот В принципе В 70-е годы Это же было Время Свобода У меня Песня Была Такая Про Первые Курсантские Свидания Вот Типа Армия Да Пили Мы И Курили И С девчонками Встречались И В самовол Уходили И все Таки Хорошо Служили И все Как минимум До Болковников Служили А у нас Была Первая Казарма На Софийской Набережной Правда Называлась Набережная Мариса Тореза Сейчас Я опять Софийская И тогда Было Там Еще Посольство Великобритании Его Сейчас Перевели Куда Тут Вот А в тылу Посольство Великобритании Это Был Сквер Репина Так Назваем Или Болото Где Сейчас Новая Демократическая Молодежь Устраивает Всякие Бесчинства Вот Там Кинотеатр Ударник И так далее А мы Там По форме Номер Три Называлась С голым Торсеном Без Всякой Одежды Кроме Внизу Мы Мы На Зарядку Бегали Естественно В знакомые Места Устраивали Там Седание С Девчонкой Вот Такая Песня Торсеном Без памятника живопису Репину Страминечка стояла в темноте Волнительней, не помнили, лепее Свиданий в жизни, чем свидания те Московская, холодная, холёная Девчонка издевалась надо мной Чтоб через час прикинуться влюблённою Перед казарменной проходной Ей нравилось, наверное, многолюдие Хмельные голоса со всех сторон Эй, девочка, с какой ты киностудии, братан Отдай её в наш батальон Не знаю я, с какой ты киностудии Отдам тебя в соседний батальон Тогда со страстью, будто в самом деле шнэй Она приподнималась на носки Закидывая на мою шинелишку Две белых горностаевых руки И прижималась бёдрами упругими И чё-то обнимала бы и целовала в губы, не стыдясь Чтобы юнцы военные с подругами Завидовали, видя нашу связь Я иногда хожу за Москворечи Сажусь на ту скамью, когда пустам И вспоминаю, будто помнить нечего Её перед казармой устам И вспоминаю, что ж не вспомнить нечего Её перед казармой устам Вот почти серьёзная песня Возможно, я бы сейчас не написал Но я написал несколько раньше Называется «Помолись за Россию» В гибельсах сплющенных огней затепли Чтобы ветры их не заносили Не засыпали бы гости земли Ох, прости, мало вера Всех ослевших, всех заблудших прости Но темна судьба офицера Кто Господний свет не сохранит Помолись за победу Как предобразом над картой всю ночь Божий промысл нам неведом Сатанинский мы вольны превозмочь Помолись за солдата Дивен Бог в своих святых и бойцах Умирающих, брат, за брата Воскресающих в наших сердцах Помолись за Россию За всевечную её правоту Лишь бы мы огней не гасили И звезде служали Христу Лишь бы мы огней не гасили И звезде служали Христу А я не знаю, что такое гендыков Тогда ты и спой Я думал об этом, понимаешь И всё-таки, если я буду петь заказы из зала То я каждый раз буду петь одни и те же песни Да Ну, давай договоримся так Кстати, следующая встреча у нас Кто захочет Это примерно середина апреля Точную дату мы не знаем Но примерно так, 15-16 Это будет обязательно суббота Обязательно в 3 часа Потому что лично мне это нравится Не знаю почему Потому что после этого можно ещё спокойно выпить А это самое А в воскресенье не надо идти на работу Да, и вам тоже Вот То есть это будет где-то в середине апреля Тогда я обещаю, Вадим Голог, кстати, Вадим Акулов Это бывший наш партийный советник в Афганистане А потом собственный корреспондент Газеты «Праду» в Афганистане Вадим, когда я закончу Надеюсь, ты почитаешь стихи Так, у нас осталось Сейчас по плану 5 песен Мы это сделаем Вот когда Прошла первая Чечня Потом вторая Чечня И всё равно было чувство безнадёжности А потом как-то всё отлегло Вот я вам сейчас пою две песни Просто сравнить так Одно, которое было сразу же написано После возвращения в Чечне А другое через какое-то время Ну что ж, пора, товарищ капитан Мы родину и смерть не выбираем Мы под звездой прошли Афганистан Мы на крестах России умираем Ну что ж, пора, товарищ капитан Мы сыновья загадочной страны Мы как чужие В собственной отчизне И пусть мы ей сегодня не нужны Но без неё и нам не надо жизни Мы сыновья загадочной страны Нет красных звёзд На полосах знамён Но наша кровь не изменила цвета Ещё он будет в мире воскрешён Хотя пока мы гибнем не за это Нет красных звёзд На полосах знамён Ну что ж, товарищ капитан Пора, ведь мы ни жизнь, ни смерть не выбираем Мы за державу гибнем под ура Мы за эпоху молча умираем Ну что ж, товарищ капитан Пора Прошло некоторое время Я написал песню, которая называется Песенька капитана из Чечни Вот и весь служебный рост На погонах восемь звёзд Охожу все годы В камане дырок взвода Я, меняя округа, бил условного врага Но за годами чаще враг был настоящий Я в Абхазии бывал, в Приднестровье воевал Я верхом на танке ездил по таганке Я стоял на рубеже Спал с овшами в блиндаже Я копал окопы посреди Европы Мне давала ордена Удивлённая страна Умный, мол, ворует А дурак воюет Я не робов и не слаб Я отнюдь не против баб Но с моим окладом Им меня не надо Я под вечер или в ночь Выпить водочки не прочь Это тоже дело Если нет обстрела В общем, я такой, как вы Из Стамбула и Москвы Разве что контужен И никому не нужен Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok четыре песни и скоро закончится тем более одна из них как у меня называют а сама у меня песни такие песни кричалки вот эта песня я что-то поставил себе задачу вот вспомнить афганские гарнизоны которые я знаю их там много там я же не все знаю те которые более-менее знаю где-то бывал там хоть и хоть на секунду заглянуто песня называется афганские гарнизоны с ташкентской пересылкою последнюю бутылкою простились и айдам воздушным сообщением другое измерение в другие города аэродром небесный гром камдив с чекушкою и прапорщик с ведром джелалалаба волшебный сад меж двух бригад что над рекой хранят свой собственный покой спим на часах с бычком в усах и вертолетный полк витает в небеса кундуз 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 не хватит мус чтобы поэтов объявить тебя прекрасно чудо дны зимой мороз весной понос и круглый год жить или не жить один вопрос газни-газни кругом огни гни дышака издалека и миномет из бугорка берись за ум гони ханума без темноты она не стоит этих сум гордес гордес пыль до небес качают духи головой перед бригадой штурмовой мол за рубли в такой пыли мы сами духи продохнуть бы не смогли шиндан 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 здесь мало бан а тот кто этому не рад пусть отправляется в Герат но здесь окня госпиталя где много папа с ними пухом нам земля И Кандагар, сплошной угар На чёрной площади броня горит Средь ночи и средь дня, но за углом аэродром Где нас не взять, где ждёт нас пропорщик с ведром Вот сейчас песню, которую я, к сожалению, пою на каждом выступлении Но сейчас у меня повод железный Маленькая такая писательская делегация, что бывает сейчас редко Поехала на север из трёх человек Поехали мы в логовище Газпрома А логовище Газпрома – это город Югра Там Газпром, Югра, Трансгаз Ладно, полетели мы туда Потом ещё нужно было ехать где-то 8-9 часов на машине В Москве задерживался рейс Кстати, кто давно не летал, я не советую летать Это ужас какой-то Там тебя вообще чуть ли не раздевают Там это нужно вставать так, нужно поднимать руки Там нужно снимать ботинки Вообще всё это унизительно, всё это глупо, всё это гадко Вот, и рейс ещё, как всегда, и не вовремя улетел Короче, когда добрались туда, до города Югорска Полностью ошалелась какая-то там У нас поселили в Виповскую, Газпромовскую гостиницу Вхожу в свой номер Там какой-то зал такой огромный Там не дверь, а ворота Открываю я ворота А там собака сидит Вот такая собака А я ошалевший с такой дороги Вообще ничего не понимаю, думаю Может, у них так принято там с собаками встречать В общем, прошло, наверное, секунд 30 Пока я понял, что собака-то не живая Это они, оказывается, Газпром Они так выпендриваются, понимаешь У них должен быть номер с собакой Какая-то фарфоровая собака Вот такой вещей И я, конечно, сразу же вспомнил свою песню Нюрка Потому что собака была раскрашена под овчарку И поэтому вот свое выступление А я там довольно много выступал там с гитарой Я пел Нюрку Кстати, что мне было интересно Что практически в любой аудитории Включая детскую Хоть кто-то, но эту песню знал И ко мне подходили и говорят А вот там, типа Да, вот мы стихи знали А это не знали, что это песня Или, а вы вроде где-то по записи по-другому пели Но у меня еще второй повод Я сегодня хочу вспомнить Виктора Павловича Куценко Это был такой генерал, художник Советник инженерных По инженерным войскам в Афганистане Замечательный человек И однажды вот в санатории Русь Который был И сейчас с помощью вода на афганцам Он оформлял музей И там очень много его картин Вот мне показывают одну картину Я говорю, очень хорошая картина Говорю, но что-то здесь какие-то знакомые лица Так это, говорит, картина называется Нюрка А там сидят у костра, там, это, двое человек И около них лежит собака Говорит, кто сидит? Я говорю, один вроде вы, говорит А второй это ты То есть он нарисовал другую картину Плачет Нюрка, живая душа Слезы с кровью смешались на лапах А как Нюрка была хороша Самый тоненький чудел на запад Плачет Нюрка, а птица летит Боевая железная птица Плачет Нюрка, себе не прости Да ведь плачет и все не простит Гладит Нюрку родная рука Ей лизнут бы хозяйскую руку Так знакома она так легка Обреченная Нюркой на муку Вертолетный врезается пол Высеченная Нюркина тело Сотню раз она чуяла топ А в сто первый чуть-чуть не успела Но за гривку прошел холодок Когда запахом сбоку пахнуло Но на тонкий стальной проводок По расщелине лапа скользнуло И взметнулся огонь из камней И запахло железом каленым И хозяин, идущий за ней Опустился на землю со столом И ползла к нему Нюрка, ползла И лизала его, и лизала И хрипела на помощь взвала И глазами всю боль рассказала Подбежали к саперу друзья Обмотали бинтами сапера Он сказал, не без Нюрки нельзя Нет, сказали ему, это горы Вертолет прилетел потом Их вдвоем погрузили в машину Ты не плачь, Нюрка, я не умру Ты не плачь, я тебя не покину Но плачет Нюрка, живая душа Слезы с кровью смешались на лапах Ах, как Нюрка была хороша Самый тоненький, чуя лоза Последняя песня Она вроде бы как про ракетные войска А на самом деле, я думаю, про нашу с вами жизнь У нас последняя казарна Уже больше даже как общежитие Была вот недалеко отсюда Мы сейчас сидим на цветном бульваре Где самотека А вот там есть чуть подальше Там Садовая Спасская улица Вот песня про Садовую Спасскую улицу Где было последнее мое казарное представление Мечты обязательно сбудутся Но вечно прибудет со мной Садовая Спасская улица Автобус 98-й Пивные ларьки в окружении И через дорогу продуман Войдите в мое положение Пропить все и жить натощак Я выучусь Я выучусь, стану ракетчиком Женюсь, воспитаю ребят Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попад Жена удивленно нахмурится Я выпью и снова со мной Садовая Спасская улица Автобус 98-й Мы люди по-своему дошлые Советские экс-юнкера Да здравствует светлое прошлое Туманному завтра ура Претерпится жизнь И прелюбится Жаль, юность порвется струной Прости меня Спасская улица Автобус 98-й Садовая Спасская улица Автобус 98-й Вот кто здесь не первый раз Знает, что всегда заканчиваю одну песню И одними теми словами Если кто хочет понимать, что творится в этом мире И что раньше было Читайте Вадима Валерьяновича Кожаного История Руси и русского слова Загадочные страницы 20 века Даже прочее Все есть о нашей жизни Есть об истории Я сейчас ее спою Свою песню Но то Которая была Любимой песней Вадима Валерьяновича Кожаного И однажды он мне так Еще даже не по пьянке Он в конце жизни уже очень мало пил Он сказал, что А возможно это лучшая песня 20 века Я за эту фразу ухватываюсь И на ней На этой песне Собираюсь закончить Это тоже офицерский романс От боя до боя Недолго Некоротко лиже бы не вспять А что нам терять кроме долга Нам нечего больше терять А что нам терять кроме долга Нам нечего больше терять Пилотки и волосы серые Но выпилась белая прядь А что нам терять кроме веры Нам нечего больше терять А что нам терять кроме чести Нам нечего больше терять Нам нечего больше терять А что нам терять А что нам терять кроме смерти А что нам терять кроме смерти А сейчас сидим спокойно Ну кто спешит, тот спешит Спасибо еще раз всем И да, кто хочет свободный микрофон Вон Вадим Акулов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому